Меня уже давно просили сделать видео в процессе изготовления плат, но подходящего случая всё как-то не находилось. Дело в том, что мои видео преследуют конкретную цель, а если углубляться в тонкости процесса самого изготовления платы, то акцент уйдёт в другую сторону, и видео получится непонятно про что. И вот, наконец, я решил привести в порядок АТМ-ку и избавиться от лапших проводов, которые в ней сейчас присутствуют. Несмотря на такой небрежный видок, надо отдать должность, что компьютер работает вполне исправно. И лишь иногда разъём полкодера имеет желание потерять контакт, но резко меняет свою точку зрения после несильного постукивания по корпусу. Тем не менее, колхоз надо убирать и приводить интерьер компьютера в презентабельное состояние. Да и платы регулятора температуры-контроллеры турбины, висящие на соплях, особой эстетики не делают. Собственно, сегодня займёмся изготовлением новой платы разъёмов. Покажу полный цикл проектирования, разводки, а также переноса рисунка платы, травления и нанесения маски. И сразу хочу отметить, что данный материал не претендует на оригинальность и не является единственной верной технологией. Просто так делаю я, как привык, как построил процесс методом опытов проб и ошибок. Кто смотрел прошлое мое видео, тот мог заметить, что платы я проектирую в среде протеус. Не то чтобы я был ярым фанатом данной софтины, просто я в ней работаю уже больше 10 лет. Её функционал меня более чем устраивает. Зная свой уровень рукожопства, мне проще перерисовать схему, проверить её работоспособность и только потом развести плату, с чётким пониманием, что все компоненты будут подключены к своим цепям. А то бывает иногда, что питание не туда подвёл, не соединил земляные участки или напутал с нумерацией ног. Поэтому нет никакой разницы, где разводить плату. Главное, чтобы инструмент был удобен. Благо, что в наше время таких инструментов существует достаточное количество. Даже можно делать это прямо в браузере и сразу отправлять плату в производство. Чтобы сэкономить время, я заранее накидал схему новой платы. Эта версия отличается от предыдущей наличием вывода RGB-видео, изменённой схемой управления турборежимом и ещё кое-какими мелкими доработками. В интернете полно уроков по протаусу, как в нём работать, можете поискать сами. Поэтому сразу приступим к разводке платы. Сначала замеряем максимальные размеры платы, которые могут влезть в корпус. И изначально будем ориентироваться именно на них. Но если вдруг получится уместиться на меньшей площади, то и размер платы отредактируем. Сразу обозначим этот слой как границу платы и начнём раскидывать компоненты. В основном я стараюсь использовать SMD-корпусы. И дело не только в том, что они имеют компактные размеры, но и в том, что для них не надо сверлить отверстия. Чего там греха таить, я достаточно ленивый и не очень люблю заниматься сверловкой. Поэтому стараюсь развозить плату с минимальным количеством переходных отверстий. Но есть и другая проблема. Так как выполнить металлизацию отверстий в домашних условиях достаточно проблематично, то в случае с двухсторонней платой придётся пропаивать выводы с обеих сторон. И если на резисторах и конденсаторах это не особо сложная процедура, то на транзисторах или микросхемах это может доставить определённые трудности в связи с количеством контактов и их близким расположением. Плюс ко всему, нужно будет точно свести обе стороны, иначе контактные площадки не совпадут. И в лучшем случае это приведёт к несовпадению отверстий, а в худшем можно пробить или замкнуть дорожки, ведущие к этим контактным площадкам. При этом к таким компонентам, как соединительные колодки или разъёмы, для которых по-любому придётся сверлить отверстия, подвожу дорожки только со стороны выводов, ибо красиво и ровно запаять со стороны разъёма довольно-таки сложно. Кстати, о сведении сторон. Я обычно ставлю 3-4 маленькие отверстия по краям платы, или, как их правильно назвать, реперные точки, чтобы можно было точно спозиционировать вторую сторону. Когда всё развели, корректируем размеры платы и запускаем предпроизводственную проверку, чтобы убедиться, что все детали раскиданы на плате, и мы не пропустили ни одну дорожку. Проверка не показала ни одной ошибки, и типа всё должно быть ок. После кое-каких косметических правок можно двигаться дальше, а именно сохранять плату в файлы. На выходе получится 4 файла. Две картинки с разводкой и две картинки для засвечивания маски. Верхние слои сохраняем по хесть, а вот нижние не забываем отзеркалить. С файлами маски немного накосячил, их надо было инвертировать, но это можно поправить в любом графическом редакторе. А также в редакторе можно поправить и другие огрехи, например, как вот тот. Протеос посчитал, что площадка вокруг крепления коннектора не является частью крепления коннектора, и вполне логично оставила незалитую область. Заодно добавим немного красоты в виде надписей и графических файлов, которые в редакторе вставлять куда удобнее, чем в Протеос. Настало время подготовить плату. Как можно видеть, на одной стороне текстолита находятся следы механического воздействия, которые будут убираться наждачной бумагой, а заодно и уйдёт вся налипшая грязь. Пятнам нужно уделить особое внимание, так как участки под ними будут довольно плохо вытравливаться, что может привести к браку всей платы. После подготовки платы вырезаем два фрагмента фоторезиста под размер заготовки с запасом 3-4 мм. Перед наклеиванием фоторезиста не забываем обезжирить плату. Ходят слухи, что у многих и без этого всё хорошо липнет, но лучше перебзеть, чем потом переделывать. Сам фоторезист я обычно наклеиваю в воде. Вода под плёнкой образует некую подушку, которая позволяет спозиционировать фоторезист и нанести его без складок и прочих артефактов. Чтобы выгнать из-под плёнки всю лишнюю воду, я использую обычную пластиковую карту. Аккуратно выдавливаем основной объём воды, а все оставшиеся излишки выдавит ламинатор. Плату нужно обязательно вложить в какой-нибудь лист бумаги, так как фоторезист на самом деле очень липучий, и валы ламинатора могут запросто содрать его с платы. Потом придётся не только переклеивать его на плату, но ещё и разбирать ламинатор для очистки валов. Несколько раз у меня уже было такое, и это не та вещь, которой я хотел бы заняться ещё раз. Температуру ламинатора нужно выбирать из соображения даты изготовления фоторезиста. Если он достаточно свежий, то можно выставить 70-80 градусов, либо прогнать вообще без нагрева. Небольшой нагрев улучшит адгезию с платы, и он не отлипнет в самый неподходящий момент. А если ему больше года, тогда нужно прогреть его получше, градусов до 150-200. Двух-трёх прогонов обычно бывает достаточно. А почему бы тогда сразу его не прожарить? В принципе, никто запретить этого не может, но надо помнить, что чем сильнее его жарили, тем сложнее будет потом свести. Так что смотрите сами. В разных источниках перед засветкой советуют положить плату в книгу на несколько дней, убрать в тёмное место и дать отлежаться, или вообще засунуть в холодильник и засвечивать в холодном виде. Всё это мракобесие. После ламинатора можно засвечивать сразу и не заниматься ерундой. Я уже изготовил достаточное количество плат, чтобы в этом убедиться. У многих, наверное, возникнут вопросы об ультрафиолетовой башке, поэтому сразу расскажу и о ней. Для засветки фоторезиста требуется определённый диапазон световой волны, и самый подходящий и готовый промышленный вариант – это 405 нанометров. На Али я брал уже готовый модуль с оптикой и драйвером, но если у вас есть подходящая оптика, то можно взять только лазерную головку. В первом случае модуль можно будет запитывать сразу от 5 вольт, а во втором придётся колхозить ещё и драйвер тока, иначе лазерная башка долго не проживёт, ибо лазерные диоды очень требовательны к питанию. Теперь несколько слов о моём гравере. Он собран из говна и палок. Шасси у него от какого-то старого сканера. Вот так вот держится у него моторчик. Надо будет его закрепить ещё лучше. У него на обычных мебельных направляющих для шкафов и ящичков. Основная плата – самая обычная китайская CNC Shield, по-моему, называется для Ардуины, и три самых дешёвых драйвера шаговых двигателей. Все крепёжные элементы распечатаны на принтере, поэтому покупного тут очень даже минимум. Ось Y состоит также из обычного мотора Nemo 17. Вот эти оси не покупные. Одна ось от этого же сканера. Вторая ось от какого-то принтера. Они даже разные по диаметру. Верхняя ось 8 мм, нижняя, по-моему, 6 мм, если не изменяет память. Шасси оси X – обычные. Вот такие пластинки. Всё, крепёжка тоже из строительного магазина. Ну, естественно, ни о такой жёсткости тут речь не идёт. То есть всё дело вот так вот болтается. Если этой жёсткости для лазерной гравировки вполне хватает, то для сверления эта конструкция уже непригодна. Поэтому я по старинке сверлю все платы ручками. Но в планах есть обновление конструкции этого гравера. И, возможно, в следующих итерациях он уже будет и сверлить. Вот как-то так. Он построен на базе контроллера GRBL. Это опенсорсный проект, на котором работают множество домашних и коммерческих чиповых устройств. Под него написано большое количество софта, и который собирается буквально из-под ручных материалов. Всё, что нужно, это ардуино, либо платка на базе STM32, и плата-адаптера для подключения драйверов двигателей и концевиков. В интернете есть огромное количество описаний как готовых решений, так и, как в моём случае, самосборов на механике строительного магазина. В общем, информации море, и никаких секретов тут нет. Итак, вернёмся к процессу. Следующей задачей будет фокусировка лазера. Если красный лазер достаточно просто фокусировался, то фиолетовую точку почти не видно, и точность фокусировки оценивается по минимальному ореолу вокруг центра. Сейчас лазер стоит на минимальной мощности, поэтому можно не бояться засветить фоторезист. Теперь нужно волшебным образом преобразовать картинку с дорожками в G-код управления к ЧПУ станком. Для этого я использую софтину Laser Grbl. Мне нравится алгоритм её работы, но, к сожалению, у неё есть проблемы с ручным позиционированием по рабочей области. Поэтому я отправляю с неё только первую сторону, а для второй стороны сохраняю управляющую программу и запускаю её уже на другой софтине. Открываем нашу картинку и выставляем настройки трассировки. Для качественной засветки вполне достаточно 11 линий на миллиметр. Нажимаем Далее и выставляем настройки ЧПУ станка. Режим лазера нужно выставить в постоянную мощность, так как градации цвета нам не нужны, а скорость, ну, тут уже зависит от гравера. Лазерная голова на 20 мВт показывает нормальный результат даже на 1200 мм в минуту, но линия начинает рябить вследствие хлипкой конструкции. Поэтому в моём случае оптимальной скоростью будет 600-700 мм в минуту. Мощность отдаём на 100% и проверяем размеры. И осталось только спозиционировать плату. Для этого во многих программах есть функция объезда рабочей области, в которую и надо будет вписать плату. Всё, запускаем и ждём окончания процесса. Как видим, получилось просто замечательно. Ничего не разъехалось, пропусков шагов не было. Единственное, что я вот здесь маленько отрезал меньше. Ну, не страшно. Это шина земли, и если что, здесь прокинем проводком. Это не страшно. Так, теперь. Вот по этим реперным отверстиям, которые специально были отмечены, нужно просверлить отверстие, для того, чтобы спозиционировать рисунок с этой стороны платы. Так, вторая сторона платы. Открываем новый файл. Настройки все оставляем те же самые. Так, здесь у нас элементов меньше, поэтому можно даже поставить 800 мм в минуту. В принципе, будет ещё быстрее. Так. Всё, размеры совпали. Отлично. Теперь, что нам нужно. Так как в этой программе мы не можем вручную указать точку, на которую нужно перейти к райперу, поэтому сохраним G-код, который создала эта программа, и откроем его в программе Universal G-код Сендер. Ставим курсор на наше реперное отверстие и переходим по нему. Так, теперь вводим команду M3-S1 для того, чтобы включить наш лазер на минимальной мощности. И чтобы он включился, нужно передвинуть влево-вправо. Отлично, лазер у нас передвинулся, и теперь выставляем позиционирование по нашему отверстию. И точно по такому же принципу выставляем все наши оставшиеся точки. Фоторезист засветился отлично, но всё-таки с надписями вышел небольшой косяк. Надо было сделать побольше шрифт или уменьшить мощность лазера. А возможно, я промахнулся с фокусировкой. Далее обрезаем лишнее и отдираем верхнюю плёнку. А чтобы плёнка снялась легко, на пару минут кидаем плату в морозилку. С холодного фоторезиста плёнка отлетает на ура. Плёнку не выкидываем, она нам ещё пригодится. Теперь нужно проявить плату, то есть смыть весь незасвеченный фоторезист. Самый дешёвый способ – это проявка в кальцинированной соде, которая есть в каждом магазине с отделом бытовой химии и стоит какие-то копейки. Набираем вторую теплую воду и сыпем небольшое количество соды. Выдерживаем секунд 10-15 в растворе и смываем образовавшийся кисель под проточной водой. И так до тех пор, пока после соды плата не перестанет быть скользкой. Я бы не советовал помогать кисточками или другими подручными предметами, так как тонкие дорожки могут оторваться от платы при неосторожном внешнем воздействии. И особое внимание следует уделить участкам между дорожками и контактами микросхем. Там фоторезист не всегда вымывается с первого раза. Но почему ни одна плата не обходится без приключений? Дорожки отлетают при малейшем касании. Повезло, что это вылезло до этапа травления и можно отделаться только лёгким испугом. И это хороший пример того, как ведёт себя старый фоторезист. Короче, пошёл переделывать. Придётся получше прожарить плату в ламинаторе. Ну вот, совсем другое дело. Одна дорога, правда, всё-таки отвалилась, но её потом установим. Специально здесь сделан на пустом месте вот такую меточку для того, чтобы проверить качество прилипания фоторезиста. Отвёртка соскабливается, но полностью не отпадает. Это здорово. Теперь будем подерживать раствор для травления. Я использую смесь лимонной кислоты, соли и перекиси водорода. Такая жижа довольно быстро травит плату и не разводит грязь, в отличие от хлорного железа. А ингредиенты можно найти в ближайшем магазине. Для травления платы мне бывает достаточно 100 мл раствора. Точных пропорций я дать не могу, так как всегда мешаю раствор в примерном соотношении. Насыпаем небольшое количество лимонной кислоты, а затем 1 треть этого объёма соли. Заливаем сосуд горячей водой примерно наполовину, чтобы вся крупа лучше растворилась, а затем добавляем перекись водорода. В качестве перекиси водорода я использую пергидроль для чистки бассейнов, тот самый, которым отбеливаю корпусы техники. На 100 мл раствора будет достаточно добавить 4-5 кубика пергидроля, а остальной объём тары заливаю водой из-под крана. Вместо пергидроля можно использовать и перекись из аптеки, но её понадобится гораздо больше, чем 5 кубиков. Пергидроль имеет концентрацию 37%, а медицинская перекись всего 3. Могу предположить, что на одну плату понадобится примерно 70 мл медицинской перекиси. Можно, конечно, совсем упороться и попробовать травить осветлителем для волос, так как в нём перекись крепостью целых 12%, но до такого я ещё как-то не доходил. Если у кого-то был уже такой опыт, обязательно напишите в комментариях, очень интересный результат. Многие для травления плат используют кухонную посуду, будь ступблюдца, плоские тарелки или пищевые контарки. У такой тары есть несколько недостатков. Во-первых, для полного погружения платы требуется больший объём раствора, а во-вторых, это неравномерное травление. С нижней стороны обычно бывает всё в порядке, там отходы реакции опадают на дно, а на верхней стороне они никуда не деваются, их приходится счищать вручную и часто переворачивать плату. Поэтому самый оптимальный способ держать плату в вертикальном положении. Таким образом все продукты реакции оседают на дно, а плата более равномерно травится и расходует меньшее количество раствора. Я даже не знаю, как правильно назвать это приспособление, то ли аквариум, то ли ещё как. Короче, хрен с ним. Этот аквариум я собрал из обычного оконного стекла и склеил сантехническим герметиком. Его ширина около 5-6 мм. Это 4 мм полосы самого стекла плюс толщина герметика. Выглядит эта конструкция конечно довольно коряво, стекольщики заменят тут ещё, но главное, что она не протекает. Но никогда не делайте так, как я сейчас показываю. При работе с перекисью всегда используйте перчатки и остерегайтесь попадания перекиси на никелированные или нержавеющие поверхности. Иначе будете ходить с облезлыми пальцами и слышать упреки жены за несмываемые пятна. Ну всё, заливаем жижу и опускаем плату. Плату вешаем на проволочку, в данном случае я зацепил зареперное отверстие, которое помогало свести рисунок на второй стороне. Если раствор начал сильно греться, его необходимо будет либо остудить, либо разбавить водой во избежание закипания. Обычно время травления платы занимает около 20-25 5 минут. Время от времени можно подергивать плату для взбивания пузырьков и перемешивания раствора. По собственным наблюдениям могу сказать вот что. Если пожалеть перекись, то травление будет протекать очень медленно. Если не доложить лимонку, то реакция через какое-то время перестанет проходить вообще. Насколько я помню, соль играет роль катализатора и сама в реакцию не вступает, но если её будет мало, то быстрого травления тоже ждать не стоит. Но если в растворе будет излишек перекиси, то реакция начнет проходить слишком быстро. Раствор закипит и перекись разложится на кислород и воду. А он реально закипит, так как реакция происходит с выделением тепла, оставив вас с грязной кухней, отвалившимся фоторезистом и испорченным настроением. Так что мешать можно на глаз, но всё должно быть в меру. Отработавший раствор должен быть почти непрозрачным синий-зелёным оттенком. Если у него слегка голубоватый цвет, а реакция не идёт, значит пропорция какого-то компонента была неверна. Всё, реакция перестала идти, раствор стал мутным и это значит, что его нужно обновить. В баночке осталась жижа как раз ещё на одну заливку. Плата готова. Отвалившуюся весьма достойно перенёс химические процедуры, но по каким-то причинам остался небольшой участок с непротравом. Это не на что не влияет, лишь портит внешний вид платы. Ещё неприятный момент, что на большом полигоне начала подрывать фоторезист с образованием пузырей, но под пузырями слой меди целый. И осталось лишь отмыть фоторезист. Если есть свободное время, можно его закинуть на ночь в тот же раствор кальцинированной соды. А если надо быстрее, то он хорошо смывается ацетонами или прочими растворителями. Ходят слухи, что фоторезист хорошо смывается кротом или средством для прочистки труб. Но я эти способы не пробовал, можете написать в комментариях, работают они или нет. После отмывки платы будем наносить маску. Я использую самую обычную китайскую зелёнку, которая работает вполне предсказуемо и особых проблем с ней обычно не возникает. Для засветки маски используются те же приёмы, что и для фоторезиста. Если плата достаточно маленькая, её можно засветить тем же гравером, а при размерах нашей платы на это дело уйдёт порядка 5-6 часов только на одну сторону. Поэтому на плёнке для лазерных принтеров я распечатал озеркальный фотошаблон. Зеркальц нужна для того, чтобы тонер находился на нижней стороне плёнки и имел меньшее расстояние до самой платы. Это позволит избежать рассеивания ультрафиолетового света и делает более качественный результат. Для наглядности сначала начнём нанесение на сторону с микросхемами. Выдавливаем небольшое количество маски на плату и накрываем той же самой плёнкой, что осталось от фоторезиста. Далее пластиковые карты выгоняем пузыри воздуха и размазываем маску по всей площади платы. На данном этапе необходимо только измазать всю плату в маске, слой не обязательно должен быть ровным. Если на каких-то участках маски всё-таки не хватило, добавляем её и заново выгоняем весь воздух. Когда вся плата стала зелёной, загоняем маску на одну сторону, кладём в бумажный конвертик и прогоняем через холодный ламинатор. Валы ламинатора равномерно распределяют маску по плате, а лишние выгоняют за её пределы. Но тут опять стоит сделать поправку. Если бы плата была небольших размеров, вместо ламинатора можно было просто придавить стекло, так как ввиду малой площади ламинатор просто-напросто выдавит всю маску с платы. А платам больших размеров достаточно сложно создать необходимое ввиду большей площади платы создает меньшее давление на квадратную единицу этой самой площади и не выдавливает всю маску наружу. Эммм, надеюсь объяснил понятно. Короче, действует типа обстоятельства. Далее позиционируем фотошаблон и накрываем стеклом для лучшего прилегания. Источником ультрафиолетового света я использую вот такую черную лампу мощностью 40 китайских ватт, которая вам уже знакома по слухи, что такие лампы негодны для отбеливания пластика и изготовления плат, тем не менее она работает превосходно как в первом, так и во втором случае. Ссылку на нее оставлю в описании. Обычной 10 минут засветки более чем достаточно для такого слоя маски. По окончании экспозиции отрываем пленку и видим, что на ней остались следы незасвеченных волосей, а на контактных площадках платы почти не осталось маски. Но для полной очистки контактов требуется протереть их легкими растворителями, такими как white spirit, хотя из-за пропиловый спирт тоже неплохо с этим справляется. Там, где все-таки остались ненужные засвеченные участки, можно аккуратно зачистить ножом. В интернетах также советуют после засветки 30-40 минут нагребать плату до 150-180 градусов, чтобы маска окончательно задубила. Но если честно, я ее сделаю за кадром, чтобы не растягивать и без того длинное видео. Ну вот и все. Обе стороны закатали в зеленку. Правда дизик получился каким-то криповым. Наверное не надо было его инвертировать. Как можно видеть, все дорожки покрыты маской и даже на краях не проступает медь. На больших пятаках остались следы маски, но их буду убирать уже после сверловки. Ну собственно вот и все. Отверстия все просверлил, в том числе и переходные, и большие, и средние. Но как всегда не обошлось без косяков. А косяк произошел вот с этим ВГ-разъемом. Именно такой модели не оказалось в протеусе, поэтому была скаченная сторонняя, но она почему-то на печатную плату встала в перевернутом виде. Вот этот разъем будет стоять с другой стороны платы. Будет конечно это выглядеть маленько колхозно и наверное маленько неправильно, но тем не менее будет стоять все равно как надо. Распиновку я уже проверил, она не озеркальна, просто перевернута. Поэтому все должно работать. Перед напаиванием микросхем и прочей ерунды необходимо соединить оба слоя платы. То есть сначала занимаемся пропайкой переходных отверстий. Для этого я использую жилку из обычного сетевого кабеля типа витая пара, которая стоит копейки и найти его не составляет проблемы. Продеваем его в отверстие и запаиваем с двух сторон. Нудная, но не очень долгая процедура. А для придания больше эстетики все вот эти кончики мы просто берем и обрезаем. по итогу получаем ровненькую красивую платку. Осталось только напаять детали и проверить ее в работе. Ну что, вот такая плата в итоге получается. Я бы не сказал, что она очень идеальная. у меня платами получались гораздо лучшего качества, но тем не менее получилась такая, какая она есть. И плата имеет вот такой приятный глянец. Ну что, осталось только поставить плату на место и проверить ее работу. Сейчас, наверное, у многих возникает вопрос, для чего нужно было столько мороки с грайвером, прицеливанием и сведением сторон. Ведь гораздо проще и быстрее изготовить плату старым добрым лутом. Я не упертый адепт какой-либо технологии и не против лута, но метод засветки лазером стал для меня более удобным и предсказуемым. Фодорезист позволяет не думать о плотности печати, качестве графики, полосящем принтере и прочих атрибутах принтерной технологии. Как может показаться по видео, вся для этого сня довольно долгая и трудозатратная, но на самом деле на экспозицию одной платы такого размера уходит порядка 40 минут и 90% этого времени занимает работа гравера. Так что не буду ничего советовать, выбирайте сами, что вам больше по душе. Вдогонку еще хочу подкинуть немного пищи для размышления. На сайте радиокод вырос целый проект по переделке сруйного принтера под лазерную засветку. И по отзывам скорость работы намного выше, чем засветка на обычном ЧПУ гравере. Кого заинтересует, оставлю ссылку в описании. Ну, короче, пора уже заканчивать. Благодарю всех досмотревших и не забываем подписываться и если не жалко ставим лайк. Всем мира добра и удачи и до скорых встреч!